Открытая нам благодать. Первое послание Петра, глава 1, с 10 по 21 стих. К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам благовествовавшими Духом Святым, посланным с небес, во что желают приникнуть ангелы. Посему, возлюбленные, припоясав чесла ума вашего, бодрствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать в явлении Иисуса Христа. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят». «И если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Размышления Представители Христа 1 Петра 1 Петра 10-21 стих Бог дал нам благодать, которую усердно искали пророки Ветхого Завета, и от которой ангелы трепещут в благоговении. В свете этого святым следует не забывать о том образе жизни, какой подобает вести получателям такого дара. Несмотря на то, что дар спасения достался нам бесплатно, для Бога цена ее чрезвычайно высока. Дар был возможен только через кровь Его Сына, поэтому Отец ждет, чтобы мы больше не жили так же, как этот мир, из которого Христос спас нас. Иначе это бесчестит подвиг Сына Божьего на кресте. Отец заботится о том, как мы живем, потому что Он заботится о славе Сына. Мы облачились в праведность Христа, и через нашу новую жизнь другие видят Его славу. Так что давайте жить в повиновении Господу, чтобы мы могли воистину воздавать славу тому, кто дал нам все. Применение. Что в вашей жизни прославляет или бесчестит Христа? Что вам следует исправить? Мир Божий, дорогие друзья, у нас для вас прекрасные новости. Журнал «Живая жизнь» запустил приложение для вашего телефона. В этом приложении мы собрали план чтения на каждый день, помощь в понимании Библии, видеоразборы и удобный формат для заметок. Пожалуйста, скачивайте приложение по ссылке в описании к видео.